На сайте «Живем на Севере» продолжаются выборы логотипа стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Оставить свой голос в пользу понравившейся эмблемы губкинсы могут на платформе «Решай». В настоящее время администрация города ведет разработку данной стратегии для определения приоритетных направлений развития муниципалитета на долгосрочную перспективу. Стратегия – это основной такой план действий нашего города. Он разрабатывается, конечно, в соответствии с окружной стратегией. И, конечно, мы берем ориентиром и стратегию Российской Федерации. Это такой задается вектор направлений, из которого исходят все дальнейшие наши мероприятия, которые формируются в виде программ, в виде каких-то проектов, в виде каких-то планов мероприятий. Вот такой общей направленности документ мы планируем создать. Также в городе планируется размещение аппликаций спортивной тематики на торцевых фасадах жилых домов, которые будут построены во втором микрорайоне. Пример эскизов нам показали в Управлении архитектуры и градостроительства. В настоящее время на сайте «Живем на севере» идет голосование по этой теме. Большинство пользователей поддерживают идею размещения аппликаций. Наш город молодой, спортивный. В нем проживает очень много людей, занимающихся спортом, а также выдающихся спортсменов, которых можно назвать лучшими в мире. Поэтому мы решили их поддержать и предложили эту тематику. Конечно, нам очень важно мнение жителей нашего города. Мнение жителей города спрашивали и по вопросу их участия в софинансировании социально значимых проектов средствами самообложения. Самообложение – это добровольная сдача средств на общественные нужды, размер которых установлен самим населением. Большинство респондентов не готовы участвовать в софинансировании. Таковы итоги прошедшего голосования по этой теме. Население понимает, что не готово вносить средства в форме самообложения. Соответственно, средства самообложения останутся у нас законным, гипотетическим источником финансирования. На днях завершилось и голосование о необходимости проведения в библиотеках города и музея различных мероприятий для молодежи и молодых семей в вечернее время. 229 голосов из 339 за организацию досуга после 19 часов. Какие мероприятия будут проходить в вечернее время, нам рассказали специалисты музея. В пятницу в 19.00 можно посетить тематические мастер-классы. Они разрабатываются по определенному плану и информация о них размещается также в афишах, в информационных киосках, на официальном сайте нашего музея и в наших группах. На субботу в 19.00 в музее запланированы тематические просмотры фильмов. Также с пользой можно провести вечернее время в библиотеке. Мы планируем в это вечернее время в детской библиотеке проводить семейные квесты. То есть это будут очень интересные такие задания, где вся семья может прийти и выполнять это будет очень интересно, здорово. А в центральной библиотеке мы планируем для молодежи делать квизы. То есть это интеллектуальные игры, это вопросы, которые будут стоять из совершенно различных тем. Еще одна тема голосования на сайте «Живем на севере» касалась предоставления услуги книгоношества. 432 голоса поддержали ее необходимость для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году у нас на дому обслуживается 15 человек. Им доставлено более 200 экземпляров литературы. Пользователи внестационарного обслуживания отдают предпочтение русской и зарубежной классике, историческим произведениям, женским романам. И, конечно же, большим спросом пользуется литература по медицине. Какие периодические издания будут пользоваться спросом у читателей, отвечают губкинсы. В настоящее время на портале «Живем на севере» принимаются предложения по этой теме. Горожане выдвигают самые разные идеи. Это совершенно различные журналы. Это журналы о моде, какие-то прогулки по лесу. Это и все различные детские журналы хотят видеть в библиотеках. Хотя у нас имеются, конечно же, такие журналы для детей, но, может быть, в недостаточном количестве люди хотят видеть. Это патриотические журналы, например, пишут о патриоте Отечества, которого не хватает в библиотеках, которые жители хотели бы видеть в стенах наших библиотек. Предложить название и тематику периодических изданий губкинсы могут на платформе «Предлагай». До окончания подачи идеи осталось 17 дней. Напомним, за каждое предложение и голосование пользователям сайта начисляются баллы. Их можно обменять на сувенирную продукцию и другие призы. Пункт выдачи размещен в редакции городской газеты. Недавно она переехала. Новый адрес – 10 микрорайон, дом 25, первый этаж.